Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор, и как вы можете видеть, в этот раз мы поговорим о наборе от компании Eduard. Модель выполнена в 72-м масштабе и представляет собой копию знаменитого F6 и F3 Hellcat, и это причем Weekend Edition так называемый, то есть здесь у нас не будет никаких дополнений в виде травления и масок, но при этом цена более доступная, что может заинтересовать начинающих моделистов или тех, кто хочет сэкономить. Здесь у нас, собственно, коммерческий образец, вы получите все ровно то же самое, что увидите в этом видеообзоре, поэтому будет интересно рассмотреть комплектующие и вообще, как устроена вот эта новинка. И бокс-арт здесь очень красивый, вот вы можете видеть сравнение с моей рукой, кстати, бокс-арт, по-моему, даже выпустили в качестве отдельного постера, поэтому вы можете купить его на официальном сайте Eduard. Здесь у нас с одной из сторон идет номер набора, это 7457, кстати, и цена написана 20 евро, и есть немного информации, где был изготовлен набор. С другой стороны вы можете видеть 4 варианта окраски, это тоже очень хорошее изменение, потому что раньше Weekend Edition они содержали только 2 варианта окраски. Здесь у нас внутри, собственно, литники аккуратно уложены, достаточно места, поэтому я не думаю, что к вам что-то дойдет поломанным. Ну и на дне у нас идет инструкция вместе с декалями, хотел сказать, идут, но получилось идут. В принципе, набор может быть знакомым некоторым из вас, потому что этот пластик уже выходил во многих вариациях, и вы наверняка видели его и в предыдущих обзорах, ну а если не видели, то рекомендую просмотреть, потому что есть очень интересные варианты, и не менее интересные, чем вот этот, скажем так. Ну и, разумеется, если вы хотите нас поддержать, помочь приобрести новые наборы, то тоже можете нажать кнопку поддержать нас, она в правом нижнем углу, если не ошибаюсь, и там вы уже выберете, сколько вы согласны отправить нам посредством YouTube. Итак, начнем с прозрачной рамки, она была упакована в отдельном пакете, в принципе, качество лития очень хорошее, причем эти детали позволяют вам собрать открытый фонарь, здесь никаких заморочек не будет, все сразу идет из коробки. Но обратите внимание на то, что это Weekend Edition, так называемый, поэтому у нас в комплекте масок нет, их можно докупить отдельно, если вы хотите, прям с официального сайта Eduard, то есть, в принципе, даже вместе с этим набором. И я бы даже советовал это сделать, потому что это поможет сфокусироваться на сборке самой модели, и это очень даже полезная вещь. Далее у нас следует две половины фюзеляжа, обратите внимание на то, что капот выполнен отдельно, и причем одна из половин фюзеляжа выполнена вместе с килем и рулем направления, вот здесь вот вы можете видеть, и также антенна еще тонкая, поэтому нужно будет постараться не отломать ее. И, в принципе, очленение довольно-таки понятное, вы можете видеть то, что внешняя проработка включает внутреннюю расшивку, клепку, и все люки тоже аккуратно скопированы, и крыло с обеих сторон будет вставляться вот эти специальные пазы. Внутри у нас есть направляющие, и, собственно, сам киль и руль направления тоже послужат им. В принципе, как я уже говорил, продуманный дизайн, который не должен доставить особых проблем, и, кстати, вот здесь вы можете видеть еще и специальные направляющие для фонаря. Ну и питатели расположены тоже снизу, что похвально, потому что сверху не будет никаких обрубков или других нюансов неаккуратного отделения. Далее мы продолжаем еще одна рамка. Здесь у нас идут уже детали для двигателя, кабины и шасси тоже. Но, в принципе, и даже из коробки вот этот Hellcat, у него кабина смотрится очень даже аккуратно. Вот вы можете видеть пол кабины. Очень хороший потенциал тоже для доработок. Если вы любите прибавлять, скажем так, привлекательности вот этой модели кабины своими руками, то, в принципе, здесь будете разгуляться. Обратите внимание на то, что колеса шасси тоже выполнены отдельно, то есть диски отлиты отдельно от шин, что позволит окрасить эти детали отдельно, не прибегая к маскам. Ну и двигатель тоже очень даже неплохой, тем более в капоте, если вы закройте капот, а он здесь и не особенно открывается, его не будет прям очень видно, поэтому того, что дается из коробки, более чем достаточно. Далее у нас следует... Сейчас момент. Еще одна рамка. Здесь у нас, собственно, идут детали для крыла. Каждая сторона собирается из двух половин. Обратите внимание на то, что ниши шасси влитые, но при этом механизация у нас отдельная. Это отдельная она в том плане, то, что на верхних половинах она отлита, как вы можете заметить, а на нижних ее нет. Ну и внешняя проработка включает внутреннюю расшивку, клепку, все как обычно, примерно то же самое, что мы видели на фюзеляже, поэтому здесь никаких нареканий нет. На передней кромке у нас количество питателей минимальное, что тоже неплохо, но при этом все равно придется поаккуратничать, чтобы получить чистый результат. Ну и вот вы можете рассмотреть все поближе. Мне, в принципе, это очень нравится. Не забываем то, что мы имеем дело с 72-м масштабом, поэтому оно более чем нормальное. Внутри есть направляющие, которые помогут с подгонкой, ну и, собственно, вся механизация будет работать направляющей, поэтому здесь тоже никаких нареканий нет. Ну и качество литья тоже похвальное, здесь никаких нюансов неприятных вы не обнаружите, поэтому дело только за аккуратной сборкой. Итак, что у нас дальше? Сейчас откроем следующую вещь. Это лист декалей. Он отпечатан, разумеется, в Эдуарде. Здесь у нас идут все нужные символы для четырех вариантов окраски, как вы помните, и при этом удивляет то, что есть и сегментация. Это очень необычно для Викенд Эдишена. Есть также и очень много декалей для кабины. Есть даже ремни, что вот этот вот комплект, его должно быть достаточно для более-менее приемлемого вида кабины, поэтому, может быть, даже не нужно будет раскошеливаться на отравление, просто наклеивайте все эти декали на место, и получится вполне себе опрятный вид, который будет интересно смотреться в 72-м масштабе даже с открытым фонарем. Ну, опять же, вы всегда можете докупить отравление, если хотите. Далее мы следуем с инструкцией, но для начала еще один лист декалей. Здесь у нас идет техничка. Да, в 72-м масштабе эдуардовцы добавили техничку, и да, лучше с ней заморочиться и нанести ее всю на самолет. Да, она может быть мелкая, но при этом это стоит того. Модель преображается, когда вот эти все маленькие надписи помещаются на нее, поэтому рекомендую не лениться и наносить все надписи без исключения. Ну, по крайней мере, те, которые рекомендуются на схеме нанесения. А, собственно, вот как раз касаемо схемы нанесения, она у нас идет в инструкции. Инструкция у нас типичная, такая цветная брошюра, крупная, причем историческая заметка на первой странице, и написана она в английском языке, поэтому, я думаю, несложно будет понять, что именно здесь хотели сказать авторы. Далее идет карта деталей, причем обратите внимание, что синим цветом у нас обозначены те детали, которые не использованы, достаточно, в принципе, запчастей останется, скажем так. Ну и сборка начинается у нас с кабины. В принципе, ничего здесь сложного вы не найдете. Обратите внимание, что сразу нужно будет работать с декалями, поэтому рекомендую сразу окрасить как нужно и нанести все необходимые декали на приборные панели, на боковые панели и также на кресло пилота. Затем мы уже закрываем фюзеляж вместе, то есть две половины склеиваются, то же самое продолжается с крылом. Здесь обратите внимание, что отдельная ставка для пулеметных стволов. И, в принципе, насколько я знаю, есть и автормаркер, который заменяет. Здесь вот вы можете видеть установку двигателя и сборку шасси. Кстати, можно докупить смоляные колеса от самих эдуардовцев, что тоже было бы интересным дополнением. Ну и, собственно, установка фонаря. Здесь нужно будет уже решить, какой вариант окраски вы хотите скопировать для антенны и, собственно, какой вариант фонаря вы хотите открыть его или закрыть. Первый вариант окраски у нас из осени 1943-го. Далее следует два самолета из июня 1944-го. Не ожидайте здесь ничего такого цветастого прямо. Это типичные морские камуфляжи для американских самолетов, поэтому, собственно, синяя окраска. Но хотя бы есть вот эта акулья пасть с октября 1944-го. Это довольно известный камуфляж, поэтому здесь ничего такого необычного нет. И, кстати, вот идет еще и отдельная схема окраски, ну, точнее, не окраски, а расположения технички. Нужно будет вот эти все надписи расположить на маленькой модели. И вот, собственно, дополнение. Есть смоляные колеса, есть маски, есть травление. И все это доступно на официальном эдуардовском веб-сайте, поэтому можно даже докупить все вместе сразу и с этим набором. Ну и, разумеется, другие модели, которые мы тоже рассматривали, вы можете найти в видеообзор на нашем канале. Ну, а что касается сегодняшнего F6, F3, в принципе, это очень интересный вариант. Как я уже говорил, даже новички могут, в принципе, попробовать его собрать. Это был одним из моих первых наборов, которые я собирал в серьезном масштабе, скажем так. И я буду рад слышать ваше мнение, как обычно. Не забудьте написать его вот здесь, в комментариях ниже. Сейчас покажу вот здесь. И если видео понравилось, то обязательно нажимайте кнопку лайк и подписывайтесь на канал. Ну и, естественно, увидимся в следующем видеовыпуске, как обычно. Спасибо за просмотр и пока!